В этом году Старфайр как никогда хорош. У нас идут дожди, прекрасная погода. Единственное, что он зацвел очень-очень поздно. Сейчас у нас уже близится к середине августа время, а мы только на пике цветения. Даже еще это не пик, еще не пик. Вот буквально через несколько дней, я думаю, он заиграет вообще совершенно. Все будут соцветия, такие набитые, красивые. Обожаю этот сорт. Это один из любимых красных сортов. Очень советую его всем. Единственное, на что хотела бы обратить ваше внимание, это, конечно, позднее цветение. Он зацветает немножко позже, чем все остальные сорта. И немножко все-таки слабый иммунитет. Обработка нужна. Если вы, допустим, обрабатываете сад, то обработка нужна. Я в этом году сад не обрабатывала, потому что первое, это не хватило времени, а второе, просто не захотела. Вот сейчас уже мы видим, что листва достаточно хорошие, но есть некоторые экземпляры. Вот смотрите, допустим, царевна лебедь вот тут вот приболела. Там тоже начинается чуть-чуть мученистая роса. Возможно, что немножко позже я и обработаю, чтобы все это ушло как бы чистым, да. Ну, не буду прогнозировать столько дел, столько забот, что даже не знаю, за что хвататься. Сейчас я вам покажу еще один флокс. Возможно, кто-то знает его название. Этот флокс растет у нас повсеместно на юге. Просто вот такой дворовый, как-то вот я не знаю, ни названия у него нет, ничего. Но еще с детства я помню этот флокс. Мы играли с помощью спичек, делали там разных принцесс и куколок. И вот такая красота. Да, посадила я его большими массивами. Здесь два массива у меня. Вот сейчас перед вами один и вот другой. Ну, сюда немножко в середину мелкоцветковый флокс поместила. Тоже один из моих любимых. Очень люблю его. Вот посмотрите, дорогие друзья. Вот может кто-то из вас знает название. Ведь это очень-очень старинный сорт. Может быть, кто-то собирает коллекцию уже давно и хорошо ориентируется в названиях. Поэтому буду очень-очень благодарна. Вот такая красота. Очень люблю его. Именно сорт для ландшафта. Посмотрите. Красота. А туда дальше старфайр. Здесь под сиренью у меня расположились две куртины сорта Голубая Отрада. Вот видите, заминка. Забыла. Сорт великолепный. Я его очень-очень люблю. Вот именно, знаете, такой нежный, такой вот голубой. Когда сумерки. Он вообще потрясающе смотрится. И к ним я подсаживала, сейчас я вам еще раз покажу, вот такую ветреницу. Ну, вы видите, что ветреница обогнала в росте все мои флоксы. Совершенно удивительным образом выросла до метр десять. Почему так произошло? Наверное, потому что дожди. Я выращиваю эту ветреницу уже пять лет. И это первый год, когда она мне дарит вот такое вот более-менее приличное цветение. Очень мне нравятся ветреницы. Это такой какой-то вот дикорос. Но в то же время столько нежности, столько в нем очарования. Правда? Вот такая прелесть. Кстати, вырастила я это растение из семян. И в этом году у нас эта ветреница будет в продаже именно семенами. Белая уже есть, раннецветущая. А вот эта розовенькая будет обязательно. Еще в одном месте у меня притаился вот такой вот высоченный красавец. Это тоже мелкоцветковый флокс. Очень люблю его. И посмотрите, что у нас здесь растет. Вот такие колокольчики на ниточках. Цвет зеленовато-серо-фиолетовый. Но очень интересная лиана. Полностью-полностью пропадает. А потом полностью выходит из зимовки. Хорошая, не замерзшая. То есть кому нужна быстрая изгородь, очень-очень рекомендую. Я его называю канадопсис. Это неправильное название. Каданопсис. Вот. Вот так надо. Смотрите, такие бусинки и такие колокольчики. Чудесны. В этом году я его посадил под абрикосу. Вернее, не в этом году, а еще немножко позже. Ну, я считаю, что это очень неправильная посадка. Он постоянно хочет залезть на мой вот этот вот красивенный флокс. Но на следующий год я его пересажу именно на арочку. И посмотрим с вами, как это будет. У меня есть два взрослых растения каданопсиса. И мы с вами посмотрим, как это будет смотреться. Да, в основном это, конечно, зеленый фон. Но и зеленый фон тоже очень-очень украшает сад. Тем более, это вертикаль. Кстати, семена будут у нас в продаже. Очень легко выращивается из семян. Это растение я вырастила три года назад. И именно с помощью семенного размножения. Нет, еще раз вам покажу эти бусинки. Ну, посмотрите, какое чудо. Висят. Это все бутоны. Все-все это будет свести. Вот такой спонтанный ролик у меня получился сегодня. Просто хотела вам показать самые-самые красивые сейчас уголки. И на что именно бросается взгляд. А следующее видео я хочу посвятить бегониям. Просто покажу то, что у меня получилось. Расскажу, что получилось, что не получилось. Вырастить, что очень понравилось, что не очень. Но, в общем, бегония это следующая девочка, о которой мы поведем речь. А с вами не прощаюсь. До новых встреч. С вами была я, Галина, и моя цветочная палитра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова